Привет! В предыдущем видео я спрашивал, интересуетесь ли вы ковкой, показывать, не показывать, как я занимаюсь этим. Многие написали, сказали, что интересно, чтобы я снял видео. И снял я видео по изготовлению кованой розы из металла, именно розу, почему именно розу и почему она кованая. Сейчас я вам все это расскажу. Смотрите, начнем из того, почему кованая. И многие говорят, это не кованая, это обычное гнутье, там, с помощью плоскогубцев из консервной банки вы делаете и говорите, это кованая роза. Да, это именно так, что из, можно сказать, консервной банки из плоскогубцев мы гнем и получается кованая роза. Почему кованая? Потому что ковка, она делится на два вида. Есть горячая ковка, есть холодная ковка. Это я вам говорю, как кузнец с дипломом. Поэтому, если кто-то будет говорить, что это не ковка, можете их посылать на три веселых букв. Итак, следующее. Почему именно с розы я начал такой подход в мир ковки, скажем так. Потому что сам семь лет назад я начинал свой путь, скажем так, в бизнес, можно его и так назвать, с помощью вот таких роз. На тот момент у меня не было никаких денег, никаких, скажем так, финансовых каких-то сбережений, которые я мог потратить на вклад в бизнес. У меня была сварка, у меня был папин гараж и все. Куча мусора с металла, который валяется, легко найти. И я решил заняться розой. Потому что, когда учился на кузнеца ручной ковки и сварщика, то там был факультатив, делали люди розой. Я никогда не воспринимал всерьез это. Думал, ну, подумал, а почему бы и нет. Это же все-таки, ну, как бы за спрос никто ничего не сделает. Ну, попробовать можно. Нашел какой-то лист металла 0,5. Начал гнуть, начал пробовать и получилось у меня вот что-то наподобие этого. Сейчас я чуть-чуть другие делаю, если у меня заказывают. Но это такой самый простой вариант. Поэтому попробуйте сделать так. И начал я их продавать по 10 долларов. Ну, на тот момент это было 200 где-то тысяч на белорусский. По 10 долларов примерно. Продавал ВКонтакте, знакомым, друзьям там. Ну, в принципе, они расходились. На тот момент не было конкуренции. Никто их не делал у нас в городе. И было очень хорошо. И когда-то у меня первый заказ такой серьезный поступил у меня. На 20 роз. То есть это было 200 долларов на тот момент. И для меня это был таким толчком, скажем, я понял, что нужно работать на себя. Почему бы и нет. Если можно зарабатывать деньги там из отходов, можно даже так сказать. Из какой-то металла я находил, врезал бушный металл ржавый, чистил его, делал и превращалось это все в деньги. Но когда уже пошли более-менее такие заказы, вот как 20 роз и больше, то я уже покупал чистый металл лист, нормальную проволоку-катанку и варил. Потому что, ну, естественно, не надо чистить ее, она легче варится, легче красится. Но это уже потом. Вот я начал с таких роз делать. Потом перешло это все в всякие подставочки, всякие цветочницы. В дальнейшем я уже пробовал делать всякие мангалы. Первую лавочку на кладбище, помню, сделал. Ну, в принципе, начал уже ковкой какой-то такой посерьезнее заниматься. Но именно с этих роз у меня все пошло. Вот почему я решил снять именно розу. Забегая наперед, когда я хотел сделать розу первую, у меня проблема была в том, что все, в принципе, снимали видосы, как их делают. Каждый по-своему делает, каждый как-то отбивает по-своему. Но самая была проблема, не было шаблонов вот этих вот. Как бы где их взять? От руки рисовать? Я такой себе художник. И было в этом проблема. Скажу так, я оставил шаблон под описанием этого видео, чтобы вам было проще. То есть скачаете шаблон, распечатаете и будет, в принципе, все понятно. В дальнейшем видео вы все это посмотрите, как я вырезал, как я чистил, как я резал, как красил. Ничего такого там сверхъестественного нет. В дальнейшем мы будем снимать видео по таким вещам посерьезнее уже. Я хочу записать видео, как я буду изготавливать станок для холодной ковки, чтобы уже можно было гнуть валюту какую-то, торсионы. В принципе, у меня эти станки уже все есть, уже есть и ручной, и автоматизированный. Но я сниму видео для вас, чтобы вы это все понимали. И в дальнейшем вы сможете сделать себе ворота, калитки, перила, что угодно. В принципе, ничего там сложного нет. Так, хочу еще поблагодарить людей, которые подписаны на мой канал и оставляют комментарии с положительными какими-то отзывами. Мне очень нравится. Большое спасибо вам говорю. Поэтому, ребята, если есть возможность, то подпишитесь, пожалуйста. Оставьте лайк, комментарий какой-то. Нравится ли вам это, не нравится. Может кто-то скажет, как он делает, может что-то посоветует. А так, в принципе, все. Погнали. Сейчас покажу, как я сделал эту вот розочку. Итак, для приготовления розы нам понадобится шаблон. Я скину ссылку под видео, потому что когда я первый раз делал розу, самая проблема была, это найти такой шаблон. Вроде и в интернете хватает их, но чтобы был именно ссылка какая-то, чтобы распечатать чисто, то я так и не нашел. Я сделаю, это будет все под видео. Итак, для начала сделаем шаблончики. Я буду делать так, как я первый раз делал. Сейчас я чуть по-другому делаю, но Первый раз Сюда Запоминается и мне Будет проще сделать. Я думаю, вам тоже будет проще сделать по этому Методу. Минирую Так можно назвать Наши шаблончики будущие. Для чего это делается? Для того, чтобы в дальнейшем их использовать много раз. Вообще, это надо сделать двухсторонно, но я сделаю с одной, потому что Это будет быстрее и у меня уже такие шаблоны уже металлические есть. Будем делать. Теперь вырезаем формочки. Шаблончики наши. Так, получилась у нас вот такая вот штучка. Вот этих надо минимум три штуки. Вот этих три штуки. Вот этих одна штука На одну розу. Я делаю свой вариант. В интернете есть много вариантов изготовления кованых роз, так называемых. Где листики эти есть разного размера. От маленькой до большой. Но я делаю с такой. Посмотрим, что получится из этого. Так, после того, как вырезали наши формочки. Шаблончики, так называемые. Нам надо лист металла. Советую начинать с какой-нибудь 0,5-0,6 потоньше. Потому что 0,8 уже тяжелее режется. Для начала потоньше, тем лучше. У меня остался такой кусок. Еще после изготовления камеры. Валялся и не знал, куда его присунуть. Вот мы его сейчас сделаем. Итак, надо обрисовать шаблончики. И так. Нам все. Продолжение следует. Расчертили. Расчертили. Можно резать. Я, когда делал много штук, я брал болгарку и вырезал вот такие вот квадраты. Ну, все отдельно. Потом уже подрезал. Как надо. Ну-ка. Не будем болгарку доставать, будем так, как выделать. И так. Продолжение следует... 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 Так, наверное, будем сразу делать загибики. Ладно, давайте доделаем первый круг. И четвертый листик точно так же полукруг. Так вот. Стараемся, чтобы это все было более плотным. Так, чуть-чуть разогнем. Итак, смотрите, как я делаю. Не которые сразу делают эти насечки. Я делаю по факту. Уберем уголочек и чуть-чуть вот так вот по всему периметру проходим. Подожжим, подожжим, жалю чуть-чуть. Так, следующее. Точно так же. Чуть-чуть загибики тянем такие. Если чуть-чуть порвалось, ничего страшного. И четвертый. Не надо большие загибики. Большие можно сделать на самом последнем. Чтобы не мешать другому листику загибаться. Итак, мы вот такие загибики сделали. Вот первый наш круг. Следующий круг желательно начинать, видите? Вот этот отсюда пошел. Значит, следующий желательно начинать этот, либо этот. В принципе, тут особо разницы нет. Поэтому, как начнешь, так и будет. Все то же самое по часовой или против часовой стрелки. Вот так вот идем, или так вот идем. И закручиваем нашу ровную. Так, давайте здесь уже будем начинать сразу загибики делать. Ну, чтобы чуть-чуть, где-то криво, где-то ровно. Это будет давать свою какую-то красотку. Так, давайте здесь уже будем начинать. Так, говорил, надо 2 инструмента, так называемые, да? Я раньше делал, держал одной, а второй загибал. Но сейчас я делаю одной, поэтому, наверное, вам тоже не надо. Заморачиваться с двумя толстогубцами. Просто делайте вот так вот одной рукой придерживайте. Смотрите, только не порадуйтесь, потому что после выреза металл есть острые такие заусенцы, они очень хорошо впиваются. Вот так. И последний круг остался, последний. Наша ромашечка такая. На последний, можно уже чуть-чуть больше делать вот эти витки, потому что следующий его уже нету, ряда, и он не будет мешать. Видите, где-то так вот, когда его вырезали, не очень красиво получилось, ничего страшного. Он вернется, загиблики сделаются, и никто и не узнает, что там был код, какая-то. Он еще покрасится, и будет огонь. Последний листик, маленький получился, ничего страшного. Так, вот он у нас в принципе собран. Его чуть-чуть можно вот так вот сделать. Сейчас я потом еще объясню. Итак, осталась у нас чисто нижняя звездочка. Так, еще, смотрите, косички сразу показываю. Вот. Есть. Вот так вот, в принципе, пойдет, когда сходится. Вот так вот торчит, это уже некрасиво. Надо поправлять. Берем, огибаем. И просто приложим леные усилия. В принципе, пойдет. Так, нижние цветочки, смотрите, вот у меня и так у нас были. Тоже есть много видов, как их делать, их кривлят, там подрезают. Но мы делаем вот так. Берем кончик, вверх поднимаем на 90 грамм. Потом здесь, ближе к бутончику, вот так вот опускаем. Следующую делаем не эту, не эту, а вот так вот. Опять вверх, вниз. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Нет, видите, здесь, в принципе, нормально получилось, а здесь опять, видите, какой-то корз. Значит, назад его чуть-чуть отправляем. И поправляем. Примерно вот так вот. Где-то больше, где-то меньше, ничего страшного. Если кому-то, в принципе, правильно, можно подрезать, сделать. Дальше. Вроде все, но можно еще сделать вот так. У нас бутон есть, мы его поджали, чтобы он нигде не торчал. Теперь делаем пышнее бутон. Чуть-чутьеньку просто распрямляем. Чуть-чуть, сильно не надо. Сразу последние листики. Привет, последние. Вот эти. Будет видно больше. Где-то есть большие такие промежутки, то их можно вот так вот. Чуть-чутьеньку сделать меньше. Чтоб наша рожа была чуть-чутьеньку пышнее. Ну вот, получается. Не знаю, видно там, не видно. Теперь переходим к нашим листикам, которые оставляли на потом. Итак, переходим к нашим листикам. Нам понадобится вот так, вот так. Нам надо нанести фокатуру на листик. То есть, вот смотрим на листик. Грубо говоря, вот это начало, это конец. Рисуем. Можно рисовать, можно в уме там себе рисовать. Особо там такой роли нет. Смотрите, главное, чтобы вы поняли, что нужно с этим листиком сделать. Нанести фактуру. Центральный прорезь и вот такие вот. Поняли, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот у нас с обратной стороны получается вот такой рисунок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот надо их сделать три штуки. Ну, можно и больше делать, как вам удобно, но именно наш вариант будет три штуки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще нам понадобится проволочка, я взял электрод. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нам надо отрезать по пару сантиметров. Это будет отвод от нашего ствола. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА вот так вот по пару сантиметров отрезаем привариваем сразу к нашему листику маленькую ставить видите прогорело немного это уже не очень красиво здесь надо заваривать вот так вот вот так вот вот так вот вот так вот Теперь нам надо эти динтики приварить к нашему валу. Примерно я делаю на разных уровнях. Один сюда, один сюда и один на противосоложном. Сильно низко не надо и сильно высоко не надо. Примерно средний. Примерно средний. Примерно средний. Примерно средний. Примерно средний. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На скорую руку с отходов, я думаю, это будет идеально. Конечно, можно было там какую-то подставочку сделать, сердечко какое-то, чтобы она стояла. Можно какой-то подсвечечек, но это уже другая история. Продолжение следует... Пока что мы делали просто розочку. Теперь переходим к покраске. Для покраски нам надо... Три цвета. Это будет классический цвет. Красный, зеленый и золото. Почему именно баллончики? Потому что я с них начинал, это было проще, как-то не было компрессора и как-то быстрее все. Но в дальнейшем, когда я уже начал их делать побольше, то естественно уже появился компрессор и купить банку краски намного было выгоднее, чем покупать баллончики. Но мы делаем как надо, как начинали. Так, можно сразу красить либо бутон красный, либо ствол зеленый. Но мы сразу покрашиваем ствол зеленый. Потому что пока будет сохнуть, на следующий день, ну я на ночь обычно крашу, она высыхает и на следующий день я крашу другой цвет. Итак. Как это происходит, примерно? Да, еще забыл, так, в секунду. Использую малярный скотч. Для чего? Чтобы сильно краска не попадала на другой элемент, который нам надо будет красить. Потому что потом его трудно будет перекрасить. Из баллончика идет тонкий слой. И нам это просто надо. Чуть-чуть еще. Так, как малярный скотч. Бутон чуть-чуть спрячем. Ну что, в принципе, можно красить. Так, память немного закончилась. Не снял полностью видео. Итак, взял малярный скотч и заклеил наш бутон, чтобы не попадала краска. Потому что потом будет где-то красная, где-то зеленая. И очень красиво перекрывать. Потому что слой маленький. Потому что слой маленький. Напыление в баллончиках. И где-то видны просветы. Поэтому лучше чуть-чуть его закрыть. Так. Маркер поплыл. Поэтому лучше маркером тоже не надо убаловаться сильно. Так. Первый слой покрасил. Сейчас чуть-чуть подсохнет. Чуть-чуть на пылестерой слой. И оставлю до завтра, чтобы сох. Завтра приду и будем красить уже бутон в красный цвет. И посмотрим, что получится. Так. Подсохло у нас за ночь. Зеленый цвет. Теперь нам надо покрасить бутон в красный. Убираем наш малярный скотч. И таким же методом надо немного заклеить наш ствол с листиками. Чтобы красный цвет не попал на зеленый. Заклеиваем. Я быстренько делаю так неаккуратно. Поэтому ничего страшного. Если хотите, можете и аккуратнее делать. Можете лучше отклеивать. Уже как вам удобно. Главное донести до вас сам процесс этот. Там, как вы будете делать, тоже ваше дело. Так, чтобы не залетело. Ну, в принципе, пойдет. Уберем красный цвет. Перчатки. И погнали. Поехали. Из-за этих новых листиков очень плохо прокрашивается. Если подарок где-то дома для интерьера, то в принципе пойдет. Если где-то на улице некоторые ставят, то когда много розов было заказано, то я брал банку и просто макал туда. И она везде затекала краска, правда долго сохло, ну как долго, пару дней, но зато она полностью везде окрашена и когда дождь какой-то, то не так ржавела. Потому что мы вроде покрасили с баллончика, вроде нигде не видно просветов, а они все равно есть. Так, оставляем, пусть сохнет на пару часов. И дальше продолжим уже с нанесением позолок. Но я расскажу, наносить ее, а не наносить как уже хотите. положим так вот, чтобы не прикасалось. Так, бутон наш подсох, красный цвет. Берем, снимаем вот эту вот педнюшку. вот такая роза получается, классический красный с зеленым цветом. В принципе, она уже, скажем, красивая, можно ее подарить кому-то. Но я делаю еще вид с золотом. Сейчас я покажу, как это будет выглядеть, как это я делаю. Берем легкий напылом. Так вот, напыляем, чтобы когда много очень золота, тоже не очень красиво. Поэтому надо по чуть-чуть. Здесь возьмем чуть-чуть, нанесем кантики и на листиках. Вот так вот. Чтобы базовый цвет оставался видимым. Золото быстро это сохнет. Поэтому через пару минут можно уже будет трогать полноценно. И вот такая вот роза у нас получается. Я думаю, если вы хотите заняться ковкой или какой-то кому-то сувенир сделать, я думаю, с розой это самый будет оптимальный вариант, с чего нужно начать вам. В дальнейшем хочу снять видео, как сделать ручной гибочный станок для холодной ковки. И там уже будет поинтереснее. Такие детали можно посерьезнее будет делать. Но это уже дальше. Поэтому, если вам понравилось, какой-то опыт вам жизненный принес хороший, то подписывайтесь. Мне будет очень приятно. Ставьте лайки. И если будут какие-то вопросы или какая-то критика, то, конечно же, пишите. И еще раз напоминаю, что этот вариант я делал изначально очень давно, еще 7 лет назад. Поэтому не судите строго. Сейчас я, конечно, лучше делаю. Но это самый простой вариант. С него можно начинать. Все. Всем спасибо. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok